Масочный режим Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят проверки, кто на контроле. Честный разговор. В Бавруйске проходят встречи в рамках проекта «Школа активного гражданина». Они рассматривают собеседника не с позиции возраста и даже не с позиции должности. О чем говорили? Дорожная обновка. На 50 лет в ЛКСМ идут ремонтные работы. Дальше у нас участок от Георгиевска до Орженикизов, улица еще Минская. Где еще появится новенький асфальт? А также рост цены, восстановление костела и прощая школа. Стала известна дата республиканского последнего звонка, когда проведут выпускные вечера. Снимать маски рано. Сотрудники санстанции продолжают мониторинги. В центре внимания эпидемиологов торговые центры, кафе, салоны красоты и общественный транспорт. Соблюдают ли горожане масочный режим? С подробностями Ольга Васенда. Проспект Строителей 58. Торговый центр известной сети. Еще на входе покупатели встречают плакаты «Без маски не входить». Неподалеку стоит средство для обработки рук. Рядом рекомендации профилактики коронавирусной инфекции. Однако в защитных повязках не все покупатели. Пришедшие к нам в магазин, если они заходят без маски, мы стараемся сделать им замечание. Они одевают маску. Больше, конечно, ходят людей в масках. Сам персонал масочный режим соблюдает. Перед началом смены каждый сотрудник проходит так называемый утренний фильтр. Продавцов температуры к работе не допускают. Два раза в день здесь обрабатывают пол, ручки дверей и другие поверхности. Выполнение антиковидных мер мониторит санстанция. Только за неделю проверено свыше 100 объектов. Нарушителям выписывают предписания. Сама проявляю такую инициативу, потому что наша жизнь в наших руках. И вы знаете, я хочу еще сказать, что маска все-таки оберегает. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуги за всех сил стараются удержаться на плаву. Обязательно масочный режим в Бобруйске ввели еще в ноябре 2020-го. Такая мера профилактики, уверяют эпидемиологи, помогает контролировать распространение коронавируса. В основной группе риска люди 50-60 лет. Работающее население болеет на 75% больше, чем неработающее население. Уровень заболеваемости в многоквартирной застройке, где больше контакта между людьми, выше. То есть меры самоизоляции, ношения масок – это защита, которая позволяет человеку иметь шанс не заболеть. В фокусе внимания специалистов не только торговые центры, но и кафе, салоны красоты, школы и общественный транспорт. Дезинфекцию салона возители троллейбусов проводят перед каждым рейсом. Обрабатывают ручки и сидения специальным средством. Об обязательном ношении средств защиты пассажирам напоминают таблички на дверях. И в торговых, и на работе, где работаю, обязательно надеваю маску, потому что положено так все, и чтобы не заразиться и других не заразить. Напомним, масочный режим нужно соблюдать везде, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Это аптека, почта, отделение банка и связи, общественный транспорт и магазины. Если человек обслуживается без средств индивидуальной защиты, то штраф может получить как руководитель, так и юридическое лицо. Поэтому как вести себя с незащищенным клиентом в период пандемии, бизнесмены решают сами. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 837 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 372 242 человека. Вакцина «Спутник Ви» белорусского производства прошла финальное испытание. Лабораторные исследования длились три недели в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России. Отечественный производитель уже отгрузил почти 360 тысяч доз первого компонента. Сейчас вакцину доставляют во все регионы страны. Прививочный тур, семейный капитал и счет прихода. Белорусы собирают деньги на восстановление костела в Буцлаве. Сколько уже перечислено средств? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь планирует отменить карантин для привитых туристов. Об этом заявил министр здравоохранения. Дмитрий Пеневич отметил, сегодня стоит задача вакцинировать своих граждан, пока желающих больше, чем возможностей. А когда внутренний спрос будет удовлетворен, можно подумать и о прививочных турах для иностранцев. В стране государственными пособиями обеспечен почти каждый четвертый ребенок. Одна из наиболее примечательных программ господдержки «Семейный капитал». Реализуется она с 2015-го. Благодаря ей за последние пять лет количество детей, рожденных в семьях третьими и последующими, возросло на 40%. В Беларуси подорожало автомобильное топливо. Стоимость 95-го дизеля теперь составляет рубль 94 копейки. 92-го 1,84, 98-й обойдется в 2 рубля 18 копеек. С начала года это уже 14-е повышение цены на бензин. В концерне «Белнефтехим» увеличение стоимости объясняют продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Белорусы собирают деньги на восстановление костюлов в Буцлаве. Только за сутки на счет перехода перечислено более 40 тысяч рублей. Этот храм – историческая и культурная ценность. А Буцлавский фестиваль включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Пожертвовать деньги может каждый. Республиканский последний звонок для учащихся 11-х классов проведут в Бобруйске 27-28 мая. Упускные вечера рекомендуется сделать 10 июня. В каком формате их организовать решает каждое учреждение самостоятельно с учетом своих особенностей, специфики и мнений родителей и выпускников. Нужно соблюдать масочный режим и по возможности дистанцию. Личный опыт и интерес в глазах. В Бобруйске проходят встречи в рамках проекта «Шаг». Каждый гость – уникальная и интересная личность. Какие вопросы интересуют школьников, знает Карина Гуревич. Школа активного гражданина – лучшая возможность для молодежи расширить кругозор, познакомиться с людьми из разных сфер и найти свой авторитет. Темы встреч всегда разные. Сейчас проект приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На этот раз учащиеся старших классов 30-й школы разговаривают с заместителем председателя Бобруйского горисполкома. Здесь касаются как профессиональной деятельности Виктория Милюсик, так и личных предпочтений. Детям всегда интересно. Они рассматривают собеседника, они с позиции возраста и даже не с позиции должности. Они рассматривают просто как человека, у которого есть субъективная либо объективная какая-то позиция и примеряются вот к этому положению тоже в том числе и они. Как бы они себя вели, что бы они ответили. Поэтому интересно наблюдать за глазами детей. Учащихся профессионального класса больше всего интересует педагогическое прошлое гости. Ведь многие из них хотят связать свою жизнь с преподаванием. В кабинете звучат не только советы, но и истории жизни. Именно они пробуждают в ребятах любопытство. Вопросов становится только больше. Касательно педагогики, это то, что нужно быть хорошим учителем, не заострять внимание на плохом, а видеть все только хорошее в любых ситуациях, выходить из ситуации в любом положении. Чуть позже уже другая встреча. В гостях 27-й школы начальник УВД Бобруйского горисполкома. Андрей Говорака делает акцент на историю войны и патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание полковник милиции уделяет роли книги в жизни молодых людей. Напоследок гость делится любимыми писателями и советует всегда идти к своей цели. Возможно, надо из разных отраслей, наверное, брать выступающих, для того, чтобы мы общались на разные темы, расширяли, еще раз говорю, кругозор друг друга, получали, обменивались мнениями по каким-то интересующим нас вопросам, которые у нас в обществе, возможно, складываются. Была очень интересная беседа с очень интересным человеком. Мы для себя узнали очень много важных вещей, то, что нужно изучать досконально историю своего родного края, больше читать, интересоваться чем-то, заниматься спортом. Патриотизм не возникает из воздуха. Он рождается с годами взросления, с играми на родных улицах, с изучением истории и с общением с людьми, преданными своей родине. Проект «Шаг» дает подросткам одну из этих возможностей – встречи с теми, кто ценит и оберегает Беларусь. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. От Ланькова до Рокоссовского на 50 лет в ЛКСМ во все идут ремонтные работы. На прошлой неделе на этом участке фрезеровали дорогу. Сейчас перешли к укладке асфальта. Сроки сдачи зависят от погодных условий. Однако завершить работы специалисты планируют в мае. Программа большая по ремонту улиц города Бобруйска. Мы улицу Минская работаем над ней сейчас от Октябрьской улицы и до проспекта Георгиевского. Дальше у нас участок от Георгиевского до Орженикиза улицы еще Минская. Дорожно-строительное управление уже приступило к механической обработке интернациональной. Также в планах проспект строителей от Шины до Сикорского. Все это список на ближайшие месяцы. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!